На текущий момент на моем канале вышло два ролика, посвященных особенностям прокачки различных классов. Если быть точнее, речь не шла про мага и паладина. Кроме этого, у меня выходил ролик про оптимальный способ поднятия 70 уровня, который подойдет абсолютно всем игрокам в предстоящем дополнении Берни Крусейд. В силу того, что у нас сложилась устойчивая традиция выбора следующей темы ролика, в сегодняшнем материале нам предстоит разобрать чернокнижника со всеми его нюансами и особенностями. Напомню, для тех, кто не в курсе, Если вы хотите, чтобы следующее видео вышло про интересующий вас класс, достаточно написать его название в комментариях, а также нажать на лайк и подписаться. За кого зрители будут ратовать больше, про того и будет ролик. В общем, пока вы берете что-нибудь пожевать, а также напитки по своему вкусу, у меня для вас будет небольшое объявление. Если вы следите за происходящими в рамках World of Warcraft Classic событиями, то вы наверняка в курсе, что в конце прошедшего года на русскоязычных игровых мирах проходил огромный чемпионат с призовым фондом в полмиллиона российских рублей, который был организован гильдией Газлайтинг. С приходом февраля он наконец получил долгожданное развитие, и уже 26 числа мы сможем принять участие, или же просто взглянуть на происходящее в рамках нового благотворительного турнира под названием «Газлайтинг Дефендерс оф Зе Мазелэнд Клаш» с невероятным призовым фондом в 1 миллион российских рублей. Чтобы вы понимали масштаб происходящего, скажу, что самый престижный чемпионат мира по классической версии игры, а именно классик Дуэллер Слига в свои лучшие годы не смог достигнуть столь объемного призового фонда. Что же нас ожидает? Нас ожидает формат 5 на 5, работающий по принципу аркады. Участники каждой из команд сражаются друг против друга по очереди, побеждает та команда, в которой остались выжившие. Самая же интересная часть событий заключается в том, что этот чемпионат пройдет в формате «Битвы двух регионов». Борьба развернется между самыми лучшими игроками с русскоязычных игровых миров против звезд европейского региона. Если вы захотите попытать удачу и принять участие в турнире, или же просто желаете отслеживать самые свежие новости в режиме онлайн, я бы рекомендовал вам добавиться в дискорд-канал гильдии «Газлайтинг», ссылка будет в описании. Кроме этого, буду рад вас видеть на своей прямой трансляции 26 февраля. С радостью прокомментирую для вас это событие. Первое, что вам нужно понять, уважаемые зрители, это то, что чернокнижник не маг и не паладин. Главная особенность его прокачки кроется в очень большой вариативности. При этом, независимо от выбранного вами пути, результаты будут приблизительно одинаковыми, что тоже серьезно выделяет его на фоне остальных классов. В вашем распоряжении имеется 4 различных варианта раскладки талантов, каждый из которых подходит под определенный тип поднятия уровня, и у каждого из них имеются свои достоинства и недостатки. Если мы говорим про обычную прокачку по заданиям, то нужно иметь в виду, что в вашем распоряжении имеется 2 ветки талантов. Первое – это демонология. Второе – это колдовство. Оптимальным считается именно демонология, так как за счет появления Стража Скверны, вы приобретаете возможность наносить существенное количество урона нескольким целям, и при этом в случае необходимости вы можете какое-то время игнорировать сражение. Демон сделает все за вас. Кроме этого, нужно иметь в виду, что специализация получила ряд усилений, за счет чего запас вашего здоровья, а также урон, значительно вырастает по отношению к World of Warcraft Classic. Сам же неоспоримым достоинством является наличие контраргументов для сражения с другими игроками. Мир нашей игры довольно объемный, и в нем присутствует множество различных локаций, однако при переходе в запределье он сжимается, и фактически превращается в коридор от 60-го до 70-го уровня. Из-за этого конкуренция в открытом мире среди двух фракций значительно увеличивается, а вместе с ней увеличивается и число сражений. Демонолог может позволить себе проводить уверенное сражение с другими игроками, даже находясь под несколькими существами. При этом нужно учитывать, что есть и недостаток. Он заключается в отсутствии конвейерности убийства противников. Независимо от вашей экипировки, регенерация маны по-прежнему будет являться важной составляющей вашей игры, что несколько снижает темп поднятия уровней. Если же затрагивать тему раскладывания талантов, то имейте в виду, что вначале мы забрасываем все в демонологию, и только после этого переключаемся в разрушение. Вторая ветка талантов, которую вы можете использовать в одиночной прокачке, носит лаконичное название SL-руин. Довольно редкая специализация в рамках Burning Crusade, и встречается только на заданиях. В чем же заключается ее достоинство? На самом деле их очень много, и наверное главный плюс кроется в возможности взятия талантов на меткость. Да, если вы придете в рейдовой экипировке из World of Warcraft Classic, то эта характеристика будет мало вас интересовать, однако для зеленых новичков она будет довольно критична, и именно поэтому ее зачастую выбирают в качестве основной. Также нужно учитывать, что убивать противников мы будем за счет эффектов периодического урона, а это довольно сильно развязывает нам руки, и позволяет собирать большое количество противников. Правда такова, что вы можете цеплять за раз от 5 до 10 целей, что по меркам предстоящего дополнения довольно много. За счет такого подхода вы существенно увеличиваете темп поднятия своего уровня, и легко оставите позади всех демонологов нашей игровой вселенной. При этом хотелось бы обратить ваше внимание и на то, что у нас в распоряжении имеются таланты из ветки разрушения, которые не только позволяют нам выдавать существенное количество урона в одну цель, но и дают возможность экстренно добивать противника. Казалось бы, идеальная специализация, но есть и недостаток. Дело в том, что играя в ней, вам будет чудовищно сложно противостоять любым нападкам со стороны противоположной фракции. При всей вариативности и гибкости данная ветка талантов не позволяет вам выживать под серьезным въездом того же разбойника. Честно говоря, проблемы может создать даже неплохо одетый воин. В каком порядке вкладывать таланты во время прокачки вашего персонажа? Вначале вбрасываем свободные очки в колдовство, потом в разрушение и затем в демонологию. Третий вариант талантов подходит для игроков, которые собираются поднимать 70 уровень вдвоем с целителем. Об этом способе мы немного позже поговорим. Суть ветки талантов заключается в том, что нам необходимо взять ряд довольно необычных талантов из специализации разрушения. Благодаря их наличию мы сможем довольно беспроблемно применять адское пламя, даже при получении урона от нескольких целей сразу. Дополнительно мы приобретаем возможность оглушать их с помощью упомянутой ранее способности. У такой раскладки есть свои плюсы и минусы. Главным достоинством является то, что при помощи целителя в группе мы можем спокойно уничтожать до двух десятков целей за раз. При этом сам процесс будет проходить довольно быстро и прошлые вариации талантов в сравнении не идут. Также достоинством является неплохая выживаемость на поздних уровнях, благодаря чему мы можем не только убивать существ, но и игроков. В целом можно сказать, что и на 60 уровне такая проблема не должна возникать, так как из разрушения мы берем все ключевые таланты для нанесения значительного количества урона. Однако после появления связки туш ситуация станет еще лучше. Что же касается самих очков, то вначале по понятным причинам мы забрасываем их в ветку талантов разрушения, а после этого спокойно добиваем демонологию. Обращаю ваше внимание, что связку душ можно получить уже на 63 уровне. Она является для вас приоритетным талантом. Только после ее получения стоит разбрасывать оставшиеся очки по другим позициям из демонологии. Четвертая же специализация в нашем сегодняшнем разборе лучше всего подходит для чернокнижников, которые планируют качаться в подземельях. По сути своей она является продвинутой версией DS-руин ветки талантов, которая имеет определенную популярность в рамках классического World of Warcraft. Именно поэтому в первую очередь стоит раскладывать таланты в демонологию, а затем уже переходить в разрушение. В рамках открытого мира она не является оптимальной, так как у вас возрастает урон по одной цели, но при этом группы существ будут вызывать проблемы, что в свою очередь скажется самым негативным образом на вашем темпе получения уровня. Следовательно, ее использование котируется только при прохождении подземелья. По сути своей она гарантирует вам возможность довольно быстро убивать боссов или одиночных противников. При этом, если вы будете использовать группу, которая будет ставить акцент на АОЕ прохождение подземелья и дополнение Берлин Крусейд, то я бы рекомендовал использовать третий вариант раскладки талантов, так как в нем урона по нескольким целям существенно больше. Так или иначе, в конечном счете решать вам. Касательно же ротации, все довольно просто. Первые два варианта строятся на уроне от периодических эффектов, а значит ими и стоит забрасывать цели. Если же мы говорим про два последних, то у них, как и принято у чернокнижников, тоже специфики не сильно много. В третьем варианте при прокачке с целителем мы используем проклятие агонии в качестве способности, которой можно цеплять противников. Убивать же мы их будем с помощью адского пламени. В последней, четвертой специализации, весь урон будет строиться вокруг стрелы тьмы. Теперь давайте попробуем подробнее разобраться с экипировкой для чернокнижников. Дело в том, что на момент выпуска ролика не существует точной информации по поводу того, можно ли будет перенести персонажа из классических миров на сервера Burning Crusade или нет. Поэтому рассмотрим оба варианта. Если мы говорим про ситуацию, при которой такая возможность имеется, то в целом любых предметов из предшествующей версии игры вам будет более чем достаточно для получения 70 уровня. В ходе прокачки экипировки лучше вы не встретите. Если вы захотите разобраться с этим вопросом поподробнее, ссылка на соответствующий ролик появится прямо сейчас в правом верхнем углу экрана. Тем не менее, предположим, что вы не застали World of Warcraft Classic и пришли в игру с зеленым новичком, или же Blizzard не разрешили перенести персонажей и вы начали с нуля. Где брать предметы? На самом деле, все довольно просто. Первые задания в рамках запределья позволяют вам в кратчайшие сроки добыть интересующие вас предметы. Обычно для получения полного комплекта экипировки достаточно выполнить около десятка местных квестов. Тем не менее, есть и второй вариант – это аукцион. Подходит он только тем игрокам, которые придут в игру через пару недель после запуска, потому что именно к этому моменту цены на предметы упадут до адекватного уровня, да и с ассортиментом перестанут возникать проблемы. При этом мне бы хотелось отметить, что существует один небольшой нюанс, про который вы можете не знать. Дело в том, что большинство чернокнижников используют предметы, увеличивающие урон от школы магии тьмы. В этом нет ничего необычного, в силу того, что основные способности относятся как раз к этой школе. Важно понимать, что при прокачке вдвоем с целителем и при использовании третьей ветки талантов из прошлого пункта, такие предметы вам не подойдут. Связано это с тем, что адское пламя наносит урон от огня, а соответственно, если вы придете из World of Warcraft Classic, вам будет жизненно необходимо сменить предметы с бонусным уроном от темной магии. Впрочем, сделать это можно заранее. С базовой частью, как вы можете заметить, мы закончили, и теперь плавно переходим к прокачке. В зависимости от вашей специализации, она несколько изменяется, и в каждой есть своя специфика. Если мы говорим про первые две ветки талантов, а если быть точнее, про демонологию и SL-руин, то нужно учитывать, что выполнение заданий станет вашим основным приоритетом. Правда, сразу хотелось бы отметить, что по прибытию в запределье заниматься методичным выполнением квестов не стоит. У этого есть весьма тривиальная причина. Все дело в том, что за них вам дают репутацию, которая является основной болью большинства игроков в рамках Burning Crusade. Она нужна не только для приобретения экипировки, которая зачастую оказывается лучше, чем та, что доступна в героических подземельях, но и для получения ключей в эти самые героические подземелья. Технически вы можете просто переделать все интересующие вас задания, достигнуть 70 уровня и после этого отправиться в подземелье с нормальным уровнем сложности, дабы заработать необходимый для приобретения ключей уровень репутации. Но есть и второй путь, про который мы как раз сейчас и поговорим. Дело в том, что Blizzard добавили множество альтернативных вариантов по заработку репутации. Хорошим примером может стать фракция Аплод Чести или Троломар, в зависимости от того, за какую из сторон конфликта вы играете. На их заданиях вы можете заработать около 10 тысяч репутаций, что довольно много. Правда этого не хватит для приобретения ключа в героические подземелья Цитадели Адского Пламени. Как избежать лишнего гринда и решить эту проблему на стадии прокачки? На самом деле все довольно просто. Дело в том, что вокруг упомянутой ранее Цитадели обитает довольно большое количество орков. Занимаясь их убийством, вы будете зарабатывать репутацию в количестве 5 единиц за каждого убитого противника. Сами по себе орки не толстые и довольно щедрые на опыт, поэтому их геноцид выглядит довольно привлекательным занятием. Да, если бы этот ролик был про жрецов или воинов, я бы никогда не порекомендовал вам этим заниматься. Однако, если мы говорим про чернокнижников, то нужно понимать, что данный класс для этого занятия подходит отлично, и поэтому игнорировать его не стоит. Кроме этого, учитывайте, что чернокнижники за репутацию при вознесении с упомянутыми ранее фракциями получают возможность приобрести самое лучшее пререйд оружие. Если у вас в распоряжении будет экипировка из World of Warcraft Classic, вы в среднем справитесь с этой задачей за 2 часа. При этом вы заработаете около 350 тысяч опыта, что по меркам предстоящего дополнения очень хорошие цифры. Немного сложнее ситуация обстоит у тех, кто впервые придет в игру и не будет иметь достойной экипировки. В таком случае я бы рекомендовал проигнорировать эту часть гайта. Исключением является только та ситуация, при которой вы смогли приобрести предметы из-за пределия на аукционе. К слову, благодаря тому, что вы достигнете дружелюбия с оплотом чести или траломаром без выполнения заданий, вы практически гарантированно откроете доступ к подземельям, а это, поверьте, очень важно для нашего сегодняшнего класса. Еще одной фракцией, которая очень интересует чернокнижников, является Кинорийская экспедиция. С ней вы встретитесь в Зангартопе. В нее есть два способа прокачки репутации, либо через аукцион с помощью покупки неопознанных частей растений, либо с помощью методичного убийства Наг, обитающих у крупных озер. Проблема с первым вариантом, как мне кажется, очевидна. Во втором же тоже присутствует подводный камень, который связан с высокой конкуренцией. Дело в том, что Наги пользуются большим спросом у игроков, которые выполняют задания в этой локации. Тем не менее, я бы не рекомендовал вам переходить к выполнению квестов у Кинорийской экспедиции до получения с ней дружелюбия, а еще лучше уважения. Причины аналогичны, что и в прошлом случае, правда есть и отличия. Если в полуострове Адского пламени вы приобретали возможность прикупить себе оружие, то здесь уже речь пойдет про кольцо. Также имейте ввиду, что подземелья резервуара в героическом режиме изобилуют огромным количеством предметов, подходящим вашему классу. Среди них можно встретить не только проходные, но и довольно ценные части в вашей пререйдовой экипировке. Справившись с этими двумя задачами, вы можете спокойно переходить к выполнению квестов. Репутации с остальными фракциями за пределья вторичны и не являются обязательными. Безусловно, любой игравший в Бернинг Крусейд скажет вам, что лучше всего набить необходимый уровень репутации заранее и только после этого переходить к заданиям. Однако я понимаю, что не всех устроят вариант с приобретением предметов на аукционе или с бесконечным методичным убийством противников. Поэтому в этом ролике я рекомендую вам обратить внимание именно на две упомянутые ранее фракции. Продолжение следует... Самый же сок и по сути дела основная мета прокачки чернокнижника кроется в групповой прокачке. Нет, речь не идет про подземелье, а речь идет про поднятие уровней вдвоем. Так сложилось, что этому классу при наличии пары существенно проще зарабатывать опыт. При этом важно понимать, что группа из двух чернокнижников далеко не уйдет. Гораздо лучше смотрится вариант с целителем. Перед записью этого видео я протестировал вариант прокачки чернокнижника с абсолютно всеми вариантами целителей. И честно говоря, лучше всего он смотрится в связке с жрецом. Также неплохо выглядит вариант с паладином или друидом, а вот шаманы, честно говоря, так себе. Следовательно, если вы прямо сейчас играете в World of Warcraft Classic за чернокнижника или жреца, я бы озаботился вопросом поиска напарника. Поверьте мне на слово, качаться будет существенно проще, а главное быстрее. Для тех же, кто на слово мне не верит, давайте взглянем на факты. Дело в том, что жрец, в отличие от чернокнижника, довольно плохо чувствует себя в скоростной прокачке. Убийство больших групп существ за него проблематично, да и постоянный слифман и не идет ему на пользу. Чернокнижник же может убивать существенно больше противников, если его будет сопровождать целитель. Третья ветка тлантов, о которой я рассказывал совсем недавно, позволит вам максимально быстро справиться с получением репутации у Оплота Чести и Кенарийской экспедиции. Однако вам нужен жрец. На самом деле речь идет о значительной экономии времени, в районе целых 30 минут у каждой из фракций. Кроме этого, надо учитывать и то, что выполнение заданий существенно упрощается. Вместо того, чтобы убивать по 3-4 цели за раз, вы можете собирать целый лагерь и убивать его в один заход. Лимит по противникам для чернокнижников в связке с жрецом стоит где-то на уровне 20 целей. Еще одно крайне серьезное достоинство заключается в том, что вы будете лишены необходимости искать себе напарников для выполнения большинства групповых заданий в рамках запределья. Да, некоторые квесты потребуют от вас 5 игроков, но в большинстве своем чернокнижник с жрецом без труда справится с любым противником. Впрочем, данное утверждение в равной степени хорошо подходит и для связки с паладином, а также с друидом. Тем не менее, самый главный плюс заключается в возможности методичного заработка опыта в южной части Черного Храма, где обитают небезызвестные охотники на демонов. Это место очень любимо среди магов и паладинов, которые справляются с его зачисткой в одиночку. Другие же классы не могут там эффективно зарабатывать опыт в одиночку, и им нужны напарники. Чернокнижник же лучше всего подходит для подобного занятия, так как таланты на адское пламя и оглушение от него существенно упрощают задачу. Лично у меня получалось выжимать там около 170 тысяч опыта в час, столько же получал и жрец. Да, это не очень большие цифры, если мы сравниваем их с результатами паладинов или магов, однако для прокачки вдвоем результат впечатляет. Именно поэтому я бы рекомендовал обратить ваше внимание на эту связку, особенно если учесть, что до Burning Crusade остается довольно много времени, а значит вы без труда сможете найти себе напарника. Также хотелось бы отметить, что еще одним плюсом является низкий порог вхождения по экипировке. Паладину для эффективной прокачки нужна броня минимум уровня Т2.5, или же предметы зеленого качества с определенными характеристиками из Burning Crusade. Магу требуется большой запас маны и здоровья. Чернокнижник же в связке с целителем может заниматься прокачкой практически голышом. Что мы имеем по итогу? Если вы найдете себе целителя, то от вас потребуется методичный геноцид противников на трех этапах игры. Первый это старт, когда вы только прибудете в полуостров адского пламени. Отправляетесь к Оркам, зарабатываете репутацию и только после этого переходите на задание. Аналогичная ситуация произойдет на 62 уровне после прихода в Зангартоп. Зарабатываете репутацию скинорийской экспедиции и после этого переходите на задание. После же достижения 68 уровня переходите на крышу черного храма и там спокойно добиваете 70. Важный нюанс. Я бы не рекомендовал прокачиваться от начала и до конца на методичном гринде. В этом нет большого смысла, так как выхлоп для двух игроков значительно меньше, чем для одного. Извлечением являются упомянутые ранее локации. Как вы можете заметить, прокачка чернокнижника несколько отличается по своему содержанию и методике от прокачки магов и паладинов. У нее есть своя специфика, которая кроется в необходимости найти себе напарника из числа целителей. Да, способы показанные в ролике могут оказаться для кого-то весьма банальными или давно известными, но стоит учитывать, что Burning Crusade до сих пор для многих игроков остается загадкой. Да и информации по нему не очень-то и много. В этом ролике я ставил перед собой задачу осветить все 4 варианта прокачки чернокнижника, дабы каждый из зрителей этого ролика смог найти для себя интересующий вариант поднятия уровня. Каждый из указанных способов имеет свои плюсы и свои минусы, что в общем-то не является секретом. Буду надеяться, что материал оказался вам полезен. Главный вопрос, который весьма вероятно вас интересует, заключается в том, что я не рассказал про прокачку чернокнижника в подземельях. Справедливости ради стоит отметить, что изначально я планировал это сделать, однако на стадии написания сценария я пришел к выводу, что нет большого смысла в повторном дублировании уже известной информации. У меня на канале есть ролик, посвященный особенностям прокачки на старте Burning Crusade, и в нем как раз разбирается информация про прокачку в подземельях для абсолютно всех классов. Ссылка появится прямо сейчас на экране, и если эта тема вам интересна, можете спокойно с ней ознакомиться. Я же заканчиваю это видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк. Кроме этого, не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях. Отдельно я буду очень признателен вам за подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента. Заранее спасибо и до очень скорой встречи.